всем привет это компания мураш давно не выходили в эфир ну и сейчас давайте выйдем и что мы хотим показать меня зовут роман и это друзья термиты тех которые ждали очень многие очень давно и вот мы под конец сезона привезли себе одну семью и специально потестить посмотреть самец и самка все видно посмотреть как что с ними делать как обслуживать как они живут специфику их и так далее и уже если все будет хорошо ну вроде как должно быть все хорошо пока вот почти месяц мы поймем как с ними взаимодействовать как лучше и ведем в продажу уже весной давайте расскажу за тот промежуток времени которые они у меня что я наблюдаю чем чем я кормлю как кормлю и так далее ну во-первых семья была заселена в этом пробирочку как вы видите и в ватке таких ходов конечно же не было но это даже не ватка друзья это обычная бумага обычная влажная бумага в этой бумаге пока они ехали к нам и жили они вы прорыли себе вот такие ходы именно камеры для жизни скажем так вот есть и солдаты есть и рабочие как вот классификация можем видеть солдатиков таких вот видео с ярко выраженными острыми мантикулами наверное чем я их кормлю ну во-первых удобство бумаги в том что они живи и едят то есть прорывая вот эти ходы я могу сразу сказать транспортировки вообще проблем нету с ними они же себе расширяют жилищное пространство и питаются также этими этой бумагой потому что бумага как мы знаем это ножи и дерево но я на начинал их уже кормить даю березу им мягкие получается до порода березка вот можете смотреть как это происходит я вот очень был удивлен я им дал небольшое количество древесинки прям маленькие фрагменты они их подтянули к своему вот входному отверстию да скажем так именно вот в их камерные отсеки и присоседили получается к нему и его съели съели вот вы можете наблюдать это вот сейчас я возьму к носку и получается вот вот здесь вот это была маленькая небольшая древесинка была кусочек дерева они его грубо говоря съели и как бы вот осталось просто вот тут такого то опилочки или как это можно назвать я даже не знаю со светом давайте разглядим и там получше в общем пространство четко явно у них появилась еще дополнительное для проживания вот видите как бы отсек получился полностью вот этого не было этого отсека но сейчас он появился сегодня я положил на такие палочки березки посмотрим что с ними будет будут они делать как они их взаимодействуют выход на арену я не видел чтобы они выходили я им древесинку клал прямо вот сюда вот пространство пробирки переселять я их пока не планирую во что-то большее то есть я понаблюдаю именно за жизнью семьи в таких условиях насколько она будет бурной быстро и мы все знаем по гайдам что термиты очень быстро размножаются у них очень интересное поведение я бы скажу они не особо любят конечно не то что солнечный свет а свет в целом когда начинаешь открывать затемняшку то они очень начинают суетиться а очень интересно их в поведении наблюдать когда они обеспокоены они начинают трястись вот наверняка могли наблюдать конец как будто как будут головами так труд и как вот вперед как будто пихают кого-то или что-то или агрессирует даже непонятно но поведение очень интересные и не похоже на муравьев друзья то есть в муравьях мы наблюдали что-то подобное то это было у никобаренсисов когда они брюшком стучали по стенкам арены или формикария яйца я вижу вот 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 они яйца вот они яички то есть расплод у них появился больше так понимаю это вот они вот из яиц читал по информации вроде как не появились никаких куколок личинок нету сразу появляются зрелые особи по мере ростом самого как бы яичка отложенного но пока я такого не наблюдал ничего сказать не могу а температура с которой я храню то есть у нас сейчас идет перепады с температурной атмосферой в квартире получается что я их дома держу на пробу поэтому они у меня в боксе пенопластовом и с утеплителем и плюс обогреватель ну на 30-29 градусов гигрометр наш показывает что так они стоят здесь появился небольшой конденсат из-за того что буквально вот только сорвал веточки березки и они еще немножко влажные с перепадом температуры это как бы нормально ничего страшного в гнезде влаги не наблюдаю ну плюс у нас впитывает очень хорошо ватка если что-то появляется хотя ватка была влажная но не сильно взаимодействие между самцом и самкой вот видите как они от света сейчас будут убегать я особо тоже не наблюдал но они всегда вот собственно всегда вместе и больше они перемещаются то есть по мере тепла они любят все таки очень максимально теплое место и они если получается находятся когда вот я беру то находятся всегда на той стороне которая прилегает к обогревательному элементу ну то есть ребята теплолюбивые а вот вы могли видеть да как повел увидеть видите видите вот идет пульс пульсы которые идут от солдата надо посмотри какая у них классификация у них также существуют ли солдаты и рабочие вот вот от рабочего что здесь вот двигалась как-то интересно ну я бы не сказал что особо грязно и грязи как таковой в принципе я не вижу то есть какая у них грязь они едят древесину и поэтому грубо говоря ей же то что у них остается они оставляют используют как строительный материал как мы знаем давайте еще покручу но интересные интересных поведение не особо крупные вы как можете наблюдать не особо крупные и и вот с таким кормлением вы знаете я прихожу к тому что скорее всего заселением очень можно интересно им устраивать то есть поэтапно давая просто вы кладете пробирку на пространство которое необходимо вам формировать для жизни данных насекомых до данного вида и просто подкидываете грубо говоря определенное количество еды до древесины и они скорее всего давайте еще раз разверну с этой стороны и они скорее всего будут выстраивать поэтапно 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 как бы себе дом и поглощаем ту кормовую базу которую вы предпочитаете но и опять же можно дать делать таким образом чтобы уже выводить их на пространство и скорее всего были какие-то рабочие материалы по принципу с полиарахисами и они уже выстраивали коммуникации для себя полностью ну давайте поближе поднесу как это позволит сделать фокусировка камеры на телефоне вот он прям вот он видите вот отличается как солдат скорее всего а вот у рабочих нету такой длинного длинных мантикул но тем не менее вот они начинают там поедать именно вот новые уже новую кормовую базу которую я бы предпочел дать ну друзья вот буду выходить периодически на связь рассказывать что и как показывать насколько произошли какие изменения рассказывать о своих наблюдениях данном виде термитов как правильно называется подвид я напишу в описании к видео задавайте вопросы что интересует вас вас интересует именно в обзорах и вообще в термитах и интересует ли вас вообще термит и как формат содержания дома альтернативы скажем так муравьям своего рода хотя кто-то мне говорит что хочет завести термитов для кормовой базы и это как бы ну хороший конечно тоже повод заведения термитов но опять же интересно каковы они вот именно в жизни потому что здесь уже как минимум две зрелых особи которые между собой взаимодействуют постоянно а не так как у муравьев где матка оплодотворена единожды и все то есть скажем так в любовь они играют постоянно хорошо друзья это компания мураш подписываемся на канал ставим лайки была презентация термитов поэтому пишем сдаем вопросы интересно ваше мнение и весной конечно же появится в продаже да прибудет с вами семья термитов а Продолжение следует...